МОЛОДЕЖНЫХ МЕДИА МЕДИАЦЕНТР ВУЗА – это очень важная часть развития университета. И это не просто такой некий клуб по интересам, где студенты собираются и, можно сказать, пробуют себя в профессии. Это место, где действительно студенты рассказывают о том, что происходит в университете. Это место, где сами студенты рассказывают таким же студентам о тех событиях, которые происходят. И в этом плане как раз медиа-центр очень важен для развития сферы образования. Мы организовали первый студенческий телеканал. Это телеканал, где мы как раз транслируем все то, что делают студенты, все то, что делают университеты. Мы это объединяем в единый информационный поток и транслируем. Сейчас мы будем выходить на кабельные, спутниковые вещания, чтобы действительно был большой объем аудитории у этого телеканала. И то, что делают студенты, видело большое количество человек. Каждый студент может выбрать интересную для себя сферу, например, подкасты, телевидение или новостную редакцию, начать заниматься этим профессионально. Весь медиа-центр оснащен современной техникой. Студенты имеют прекрасную возможность обучиться монтажу или операторской работе. Ну а здесь у нас небольшой музей, где студенты, которые приезжают, могут познакомиться с тем, как вообще развивалась технология создания контента. Здесь у нас представлена техника, начиная от таких вот аппаратов, которые снимают на 8-милитровую кинопленку, и заканчивая уже камерами, которые в последнее время работали на федеральных телеканалах, в частности тут, битакамы, дивикамы. С момента своего основания МАСТ открыл множество проектов, главная идея которых – развитие медиа в направлении в российских вузах. Так, например, ежегодно проходит конкурс на звание лучшего медиа-центра среди университетов, а для студенческих СМИ и инициатив организуется Всероссийский конгресс молодежных медиа. Все участники Ассоциации студенческого телевидения могут примерить на себя роль корреспондента, оператора или фотографа. МАСТ регулярно участвует в крупных федеральных и региональных мероприятиях, а также предлагает своим ученикам отправиться на стажировку в крупное издательство. Всем привет! Я приветствую участников конкурса «Корреспондент русского мира». Меня зовут Сергей Косинчук, я являюсь заместителем испытательного директора Международной ассоциации студенческого телевидения, организацией, которая развивает молодежные медиа в нашей стране, не только телевидение, но и все социальные сети, все аспекты медиа. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же создавать контент в медиасреде и вообще, что такое медиа. Вы только представьте, что в YouTube каждую минуту загружается такое количество видео, которое один человек сможет посмотреть только за месяц. Да и то, если он этот месяц не будет ни есть, ни пить и ни спать. А какое количество видео загружается каждый день? Это число очень большое, которое я даже боюсь называть. И как же во всем этом нам быть? Как нам, медичкам, создавать контент, чтобы реально его посмотрели, и оно не затерялось в этом колоссальном количестве видеоматериалов, которые делаются ежеминутно? Ответ один. Делать это качественно и знать свою аудиторию. Это самые главные парадигмы, которые должен понимать любой журналист, любой медищик. Называйте, как хотите. По сути, тот человек, который сейчас работает в медиа, а мы с вами должны понимать, что медиа – это достаточно обширное понятие. Вообще, если перевести слово «медиа», то мы с вами увидим, что это не просто какой-то контент, это не просто, не знаю, создание новостей, рассказать о чем-то. Нет. Медиа – это носитель коммуникации, достаточно простое определение этого понятия. Это непосредственно то, что несет коммуникацию, то, что создает коммуникацию. Это, можно сказать, посредник, в общем, медиум – это посредник. И мы с вами, когда говорим, что мы медийщики, мы те, кто работает в медиа-пространстве, мы, по сути, с вами посредники. Мы должны создать коммуникацию. Это очень важный момент. И когда мы с вами это понимаем, что мы с вами создаем коммуникацию, сразу вытекает, что мы не просто журналисты, мы не просто корреспонденты. задачи корреспондента не просто рассказать о событии, нет. Его задача через свой материал наладить эту самую коммуникацию, наладить коммуникацию между тем, что произошло и тем, кому об этом нужно рассказать. Вот наша главная задача. И понимая это, значит, что сделать сухой репортаж о чем-то – это не есть создать медиапродукт и вообще не есть работа в медиа. Сухая информация сейчас совершенно не работает. Посмотрите, как мы с вами потребляем новости. У каждого из нас есть мобильный телефон и вообще по статистике порядка 80% пользователей потребляет все именно с этого экрана. Это знаете, когда YouTube, вообще социальные сети только приходили в Россию, вообще только начали развиваться. Было же огромное количество обзоров различных видео, которые делают пользователи. То, что сейчас называется UGC-контент, да, таким модным. Модной аббревиатурой. И когда таким обзорщикам попадали видео, снятые на мобильный телефон в таком формате, что они обычно говорили? Много разных эпитетов, смысл которых один – откуда у тебя растут руки, что у тебя здесь ничего нет, ты не можешь повернуть телефон? А сейчас? Тикток, Инстаграм, ведущие площадки нам говорят о том, что все, снимать так видео в таком формате – это канон. Это правильно. И это как раз говорит нам о том, что платформа диктует то, как контент выглядит. Снимать вот так – это уже правильно. Это потому, что привлекает аудиторию, потому что просто смотрит контент на телефоне. Соответственно, если мы на телефоне покажем контент, снятый обычно, горизонтально, то что, у нас он будет занимать просто меньшую площадь экрана. Соответственно, возможность сделать, проскроллить и использовать свой большой палец. Большой палец намного проще использовать, чем пульт от телевизора. Пульт телевизора нужно найти, нужно нажать на кнопку. А большой палец – это проще. Можно просто брать и скроллить туда-сюда, туда-сюда – это намного быстрее. И, конечно, если ваш контент занимает меньше пространства, то меньше вероятность того, что вас посмотрят, вообще заметят и увидят во всем этом многообразии того, что есть. Поэтому нужно всегда понимать, когда вы создаете контент, то как ваш конечный потребитель, как ваша аудитория потребляет контент. И сейчас, самое главное, как раз создание контента по сути изменилось, потому что, если раньше была задача просто прийти, отснять и отдать материал в эфир какого-нибудь телеканала, сейчас монополия на создание контента телеканалами уже нет. Сейчас уже позиция, что каждый сам себе медиа, как было раньше сам себе режиссер. Сейчас каждый является медиа, потому что каждый может снять, разместить, и это могут увидеть миллионы, если это сделано качественно, интересно. И поэтому сейчас, создавая контент, очень важно соблюдать определенные, не то что правила, но этапы его создания. Первое, что вы должны всегда думать и первое, что должны усвоить, это то, что самый первый вопрос, который вы себе создаете перед тем, как начать создавать что-то, это «А для кого?». Для кого я это буду делать? Кто моя целевая аудитория? Кто это? Это молодежь? Это взрослое поколение? Какие-нибудь хипстеры? Может быть это, не знаю, рокеры? Кто они? Чем они живут? Где они находятся? Это как раз уже второй вопрос. Где они? Где они потребляют контент? Исходя из этого, если наша с вами целевая аудитория, например, это взрослое поколение, это 65-70+, то навряд ли мы будем размещать видео в ТикТоке, навряд ли мы будем делать это в Инстаграме, может быть мы сделаем это в Фейсбуке, возможно, в Одноклассниках, но абсолютно точно мы сделаем это на каком-нибудь региональном телеканале, на федеральном телеканале будем размещать материал. И обратная сторона, если мы хотим сделать материал для молодежи, например, 15-10 лет, то навряд ли мы пойдем на первый телеканал. Скорее всего мы пойдем в Ютуб, пойдем к блогерам, пойдем в Инстаграм и пойдем, конечно же, в ТикТок. Ну и разместим, конечно, ВКонтакте. И понимая это, следующее, что мы себе должны задать, когда определили, где наша целевая аудитория находится, это, а как контент выглядит. То есть, как контент на этих площадках воспринимается, как он вообще функционирует. И понимая это, возможно, мы делаем материал с одного и того же мероприятия. То есть, исходя из того, что мы задали вопрос, а для кого у нас разделилась ветка, где этот контент мы будем размещать, идет дальше, третье, как контент выглядит. Исходя из этого, у нас получились абсолютно разные по содержанию, по характеру материалы, хотя мероприятие могло быть одно и то же. В случае для взрослого поколения, скорее всего, это будет что-то с большей степенью аналитики, скорее всего, раз мы будем это как раз показывать на телеканале формата вот такого горизонтального. Соответственно, когда мы будем это размещать и делать для молодежи, навряд ли там будет аналитика, там будут эмоции. Это будет очень короткий формат, возможно, с музыкой, с каким-то челленджем или еще что-нибудь. То, что непосредственно на тех площадках это будет размещаться, будет привлекать внимание. Вот они, три очень простых шага. Как сделать так, чтобы действительно твой контент, то, что ты делаешь, создавал самое главное, создавал коммуникацию. Понять, кто твоя аудитория, понять, где эта аудитория находится и понять, как выглядит тот контент, который есть на этих площадках для этого аудитории выглядит. Но эти три ступеньки, которые мы с вами должны пройти перед тем, как начать создавать контент, это только начало. Для того, чтобы понять, как хорошо создать контент для своей аудитории на конкретной площадке, мы должны идти дальше. Мы должны уже понять, как наша аудитория потребляет контент. Это то, что называется медиапотребление. Мы должны с вами знать, что такое структура повествования. Сейчас, опять же, исходя из того, что я говорил в самом начале, какое колоссальное количество контента ежеминутно публикуется, размещается, мы должны с вами делать контент, который отвечает всем позициям, вовлекаемости аудитории. А для этого мы должны знать не только аудиторию, но должны знать, как эта аудитория себя ведет. И здесь для нас, для медичков, для журналистов, статистика самая важная. Когда вы сделаете какое-нибудь видео, какой-нибудь материал, разместите. Очень важно потом отследить статистику, посмотреть, какое количество не просто вас посмотрело, не просто вас прочитало, но сколько вас дочитало, сколько вас досмотрело. Сейчас это очень важно. Это говорит как раз о вовлеченности аудитории в происходящее. И когда вы видите по статистике, что, например, у вас на ютубе на 2-3 минуте аудитория уходит, надо вернуться к этому ролику и понять, а что же на этой 2-3 минуте такое. Может быть, вы что-то сказали в кадре, либо показали какую-то картинку, оговорились, либо еще что-то, что ментально аудиторию сразу оторгает от вашего видео. Соответственно, вы должны это понять, взять на вооружение и в следующем своем видео сделать лучше. И вот так исправлять, пока вы не сделаете тот формат, который будет для аудитории наиболее подходящий с точки зрения удержания этой аудитории. Есть несколько простых элементов, которые нужно соблюдать при построении именно структуры повествования. Например, ученые выяснили, сейчас модно так говорить, сейчас проводится большое количество различных исследований, и на самом деле оказывается, что, во-первых, концентрация внимания у человека на какой-то конкретной вещи с каждым годом уменьшается. Опять же, это вопрос гаджетов. И по статистике у человека есть восемь секунд на принятие решения о том, чтобы смотреть ваше видео, либо не смотреть. И это восемь секунд, это уже много. Если, например, вы размещаете видео с автозапуском, которое, конечно же, будет показано без звука, то у вас примерно три секунды. Три секунды на то, чтобы заинтересовать посмотреть видео дальше, по-хорошему вообще включить звук, в идеале подписаться на вас и стать вашим зрителем. Это достаточно сложная задача. Поэтому, когда вы, например, в начале видео ставите три секунды какой-нибудь непонятной заставки, ну такое себе. Когда человек еще не знает, о чем вы говорите и о чем будет ваше видео, вы сразу ему даете какую-то непонятную графику, скорее всего он уйдет. Первые три секунды – это самое важное для любого видео контента. Поэтому вы наверняка замечаете, что многие блогеры вначале ставят какие-то нарезки с того, что непосредственно будет видео, и только потом там короткая заставка, и уже там «Привет, меня зовут так-то». Это как раз говорит именно о вовлечении аудитории с первых секунд. Это очень важно. Следующий момент. Внутри самого материала очень важна структура представления. Мы с вами, ну, до Пантемби, все ходили в кино, сидим в кинотеатре, и, конечно же, не сделать дом, как мы это делаем дома. Например, вам не нравится кино, вы его сразу выключаете. Обычно сидите до конца и не уходите. Хотя вот я один раз в жизни ушел с сеанса кино. Не буду говорить, что это был за фильм, но он меня сильно расстроил. И мы, когда сидим в кино, часто бывает такое, что «Ой, что-то затянут». Нет, что-то середина затянута, блин, спать хочется. Либо наоборот «Оу-воу-воу-воу, куда несется столько графики, вау-воу, глаза уже устали». Бывает такое? Ну, признайтесь, наверняка каждый из вас говорил своему другу после сеанса, блин, что-то затянули, а там слишком много графики. Это как раз есть несоблюдение структуры повествования. Когда мы с вами в интернете, когда мы с вами даем возможность человеку быстро скролить и переключаться, нет такой возможности, чтобы где-то было затянуто, а где-то было ускорено. Мы с вами должны четко выстраивать ритм повествования. Это очень важно. Поэтому нужно следить, чтобы ваша аудитория не уснула, пока идет материал, и чтобы она не устала от огромного количества меняемости картинки. Если посмотреть качественные репортажи с мероприятий, то можно заметить, что, например, они строятся по формату 15-15-15. Это 15 секунд закадрового голоса, 15 секунд какого-то интервью, 15 секунд опять закадрового голоса, 15 секунд интервью. То есть получается, что структура 15-15, и она не дает человеку заскучать. То есть постоянно идет смена не просто планов, но смена способа подачи материала. Если мы с вами посмотрим хороших блогеров, то мы увидим в каких-то даже просто банальных интервью, каждые несколько минут либо меняется площадка, либо, не знаю, они встают и вопросы задают уже стоя. То есть что-то постоянно меняется. Опять же, это способ удержать внимание аудитории. Это очень важно знать. Следующий момент, который тоже нужно знать, это то, что человеческий мозг, к сожалению, не запоминает больше семи единиц каких-то фактов в определенный период времени. Поиграйте с коллегами в игру. Знаете, есть такая горячая картошка. Кидаете, называете какой-нибудь город. Следующий должен повторить ваш город, добавить свой. И так вот идет далее. И по статистике, если за 20 секунд вы там назвали, например, 7 цифр, то на 21 секунде следующий уже забудет все, что было. Потому что в короткой нашей памяти, по сути, запоминается определенное количество информации в количестве семи единиц, и это аккумулируется в течение 20 секунд. Посмотрите, как, например, друзья общаются между собой. Обычно это бывают фразы по 20 секунд. То есть такие вы 20 секунд, вам 20 секунд. Эти 20 секунд обрабатываются в человеческом мозге. В самом сложном инструменте по созданию контента. И на самом деле в самом главном инструменте по созданию любого контента. Потому что если говорить о минимальных инструментах по созданию контента, повторюсь, тавтология такая небольшая, то это и есть мозг. Все остальное приложится. Вот меня снимают на... По-моему, это Blackmagic? Нет? Да, это Blackmagic. Cinema Pocket? Нет? Да. То есть вот меня сейчас снимают, например, на Blackmagic Cinema Pocket. На самом деле можно снять и на телефон. Можно снять на Home какую-нибудь камеру. И если есть руки, и вы это смотрите на мобильном телефоне, немножко оговорюсь, то вы можете не заметить разницы. Вы можете взять супер-мега дорогую камеру Red, ARI, а у вас нет умения ей пользоваться, вы снимите хуже, чем на мобильный телефон. Поэтому вот это ваш самый главный инструмент по созданию любого контента. И несмотря на то, что это ваш главный инструмент, главное, чтобы этот инструмент был всегда готов к работе. Важно, чтобы человек, который делает контент, не был зашорен. Важно, чтобы он анализировал информацию. Важно, чтобы он подходил ко всему критично. Даже если он видит контент, который, например, ему самому нравится, и если то, что он смотрит, отвечает его жизненной позицией. Он смотрит этот контент и должен обязательно его проверить. Это к вопросу о ответственности вообще журналиста и вообще к факт-чекингу. Вы должны проверять все, в том числе, если вы сами согласны с этим утверждением. Потому что обычно, как раз, когда журналист согласен с чем-то утверждением, здесь как раз намного больше возможностей по распространению фейков. Потому что заблуждения рождаются из различных источников. И зачастую именно тогда, когда мы с вами с чем-то согласны. Поэтому очень важно быть ответственным журналистом, ответственным медийщиком и проверять информацию, находить источники информации, находить источники источников информации и только точную информацию подавать. Когда вы делаете репортаж события и вы берете, например, пресс-релиз, где написано, не знаю, у вас там, более тысячи участников, все регионы России, настоящий журналист, корреспондент, он проверит. Пресс-релиз – это всегда пресс-релиз, но вы делаете материал для зрителей и как раз создаете коммуникацию. И есть ли на мероприятии реально все регионы? Может быть, пресс-релиз списался до того, когда мероприятие началось? Ну да, наверное, должно было быть все регионы, но могли не доехать. Могло бы что-то случиться, и об этом стоит рассказать. То же самое по поводу репортажей с других мероприятий. Вы всегда должны весь материал, который подается, анализировать и ответственно подходить непосредственно к тому, чтобы то, что вы говорите, было не то, что объективно, но давало тот материал, который поможет зрителю с коммуникацией, который поможет ему понять, понять, что реально происходит. Ведь сейчас один из главных трендов – это как раз на объяснение, сейчас есть тренд на правду. Ну, надо понять, что правда, она всегда тоже относительна, потому что в любом конфликте есть две стороны, у каждого есть своя правда, и каждый уверен в этой правде. И только со стороны мы можем объективно понять, что реально происходит. И поэтому, как настоящие журналисты, настоящие корреспонденты, медийщики, мы должны с вами быть ответственны за контент, который мы делаем. Мы должны делать его качественно, профессионально, понимать свою аудиторию и быть перед этой аудиторией ответственны. Ну, а сейчас мы с вами находимся, можно сказать, в сердце нашего медиа-центра, Международная ассоциация студенческого телевидения. Это наше аппаратное, куда сводятся все сигналы, которые можно получить из разных уголков нашего медиа-центра. И здесь как раз происходит самое главное, происходят прямые эфиры. Здесь происходит обучение студентов в работе на профессиональной технике, на наших образовательных иннексивах. И ведь как раз задача Международной ассоциации студенческого телевидения помочь молодым медичкам научиться работать качественно, научиться работать на профессиональной технике, которую потом они встретят непосредственно на производстве, в продакшенах. И здесь у них есть такая возможность. Вот совсем скоро у нас запускаются образовательные интенсивы, которые будут проходить уже с февраля 2021 года. И сюда приедут молодые медички со всей России и будут обучаться. Здесь же у нас проходят прямые эфиры больших форумов, молодежных, не только молодежных, но вообще, которые помогают развиваться. Сейчас время, когда онлайн тесно связан с жизнью, и подобная техника позволяет как раз делать проекты, которые максимально повлекают аудиторию, делают максимально качественные изображения, делают максимально качественные проекты. И ведь задача Международной ассоциации студенческого телевидения как раз помочь молодым медичкам найти себя, помочь найти то, чем они хотят заниматься в сфере медиа, и помочь им сделать реально качественные проекты. Сейчас давайте поговорим вот в этой атмосфере непосредственно про сами тренды, которые сейчас существуют в медиа. На самом деле их очень много, и они часто меняются, но есть те, которые всегда остаются с нами. Как это ни странно. До сих пор мы их называем трендами. Ну, что можно выделить из них? Первое, я бы выделил изменение вообще системы создания контента. На самом деле этот тренд, он уже несколько лет идет, но он постоянно будет актуален, потому что до сих пор есть медиа, которые работают в старом формате, и они перестраиваются. Собственно, это ориентированность именно на аудиторию, причем конкретно аудиторию. Раньше как было? Журналист поехал на мероприятие, снял сюжет для какой-то аудитории, для какого-то телеканала. Он потом приезжал в редакцию, это все монтировал и отдавал на эфир. И на самом деле не особо заботился о том, кто это конкретно посмотрит, и какая будет реакция, что будет рядом вокруг этого сюжета. Он просто делал контент, рассказывал. То сейчас очень важно именно ориентироваться на конкретную аудиторию. И не все мы с вами работаем на телевидении, сейчас существует огромное количество различных медиа, и каждая медиа концентрируется на конкретно своей аудитории. И поэтому сейчас первостепенно вот эта вот, можно сказать, забота о конкретном читателе, о конкретном слушателе, о конкретном зрителе. Это как раз есть изменение тогда и парадигмы, которые сейчас ведут все медиа, и которые стараются делать максимальный контент, направленный на очень узкую целевую аудиторию. Второй тренд, который бы я выделил, это непосредственно, опять же, тренд, который уже давным-давно в ходу, но о котором нужно постоянно говорить, потому что о нем забывают. Очень важно ориентироваться не только на конкретно, кто твоя аудитория, но конкретно, как мыслит твоя аудитория, как она вообще потребляет контент. И сейчас аналитика, аналитика данных, аналитика просмотров, досмотров в тренде. Если вы делаете медиа, если вы делаете проект, то для вас аналитика, это будет очень важно. И сейчас идет работа по совершенствованию этой аналитики во всех платформах, на всех платформах и на всех проектах. Следующий тренд, который бы я выделил, это непосредственно стори-теллинг. Опять же, старый тренд, но все новое всегда забытое старое. Сейчас человеку, я в предыдущем блоке об этом говорил, новости уже не особо интересуют, потому что слишком большое количество информации вокруг нас. И новости мы потребляем именно через истории. И вот этот стори-теллинг сейчас является очень большим трендом, потому что только через него можно подавать действительно новости и проекты, которые существуют. Следующий тренд, который бы я выделил, опять же, он связан непосредственно с самой работой. Это вообще с тем, как мы воспринимаем наши результаты от просмотров. Раньше, когда приходил заказчик на проект, либо был кто-то, кто спрашивает, ну что, как прошел проект, сколько у нас просмотров, какие у нас KPI. Ему говорили, там, не знаю, у нас миллион просмотров. Он такой, круто. То сейчас важны уже не эти просмотры, а количество вовлекаемой аудитории. Поэтому, собственно, этот тренд очень тесно связан с аналитикой, которая сейчас развивается. Благодаря этой аналитике как раз можно и посмотреть, а что это за миллион человек? Какой процент из них вообще досмотрел первые 30 секунд вашего видео? Какое количество досмотрело десятую минуту? А сколько посмотрело ваше видео до конца? И вот то, сколько досмотрело до конца, будет наиболее важным сейчас, когда к вам приходит человек и спрашивает о эффективности того, что вы делаете. Теперь поговорим о тех трендах, которые входят в нашу жизнь, о новых трендах непосредственно. Первое, конечно, это VR-технологии, которые сейчас развиваются очень быстро, семимильными шагами. Но сейчас главная проблема в том, что пока не совсем понятно, как это интегрировать в повседневную жизнь. Конечно, можно купить крутые виртуальные очки, но они стоят очень много денег. И не у каждого есть такая возможность. Но сейчас идут именно работы по разработке самого софта, по разработке того, как именно мы с вами в ближайшем будущем будем коммуницировать через эти самые виртуальные очки, как именно будет создана система для того, чтобы это было просто. Ведь простота сейчас, это всегда в почете. И именно простота в создании контента, простота визуализации, она, можно сказать, является как раз тоже трендом. Следующее, что можно выделить, но это уже немножко из серии футуризма, это создание журналистов-роботов. По многих странах сейчас ведется подобная работа. В Китае, в Японии недавно презентовали такого кибер-журналиста, кибер-ведущего, который сидит в кадре и читает текст. Недавно Mail Group сделала своего такого ведущего, которому можно загрузить текст, он будет его рассказывать. И на самом деле, действительно, за этом возможно будущее отдельного сегмента создания контента, как раз информационного. Ведь информационный контент создается по определенному шаблону. Есть шаблон, есть искусственный интеллект, который может это сделать. Тем более нейросети сейчас очень активно развиваются, и еще одним трендом в создании всевозможных медиапроектов является использовать технологии DeepFake. При помощи этой технологии можно заменить лицо, можно изменить изображение. При помощи этой технологии сейчас создаются новые фильтры в пакете Adobe Photoshop. Фильтры, где ты можешь изменить выражение лица человека, фильтры, где ты можешь изменить положение его глаз, положение головы. Представьте, вы сняли фотографии, а потом в фотошопе при помощи нейросети изменяете то, как он выглядит. Не просто кисточкой и мышкой, а именно нейросеть анализирует вашу фотографию, меняет вам глаза, меняет вам зрачки, меняет ваш взгляд, может изменить положение головы и много чего еще другое. Это как раз будущее, в котором сейчас развивается коррекция фотографии пока, но в будущем, конечно, наверняка в пакете и Adobe Premiere, и Adobe After Effects будут подобные нейросети интегрированные, которые при помощи одного клика из изображения, которое дрожит и снято без света, сделают киношную картину. Следующий тренд, который я бы выделил, это, конечно, тренд на короткие видео, но опять же, это тренд не этого года, это тренд уже нескольких лет, начиная с развития Инстаграма. Развитие ТикТока подкрепил этот тренд, и сейчас он очень активно развивается, и каждая социальная сеть делает свои короткие видео. Посмотрите, уже даже на Ютубе есть формат Stories, ВКонтакте ввело короткие клипы, и это очень активно развивается, потому что просто наша с вами жизнь, она становится все более и более динамичной, а как было 24 часа в сутки, так у нас с вами и осталось. Из-за того, что концентрация внимания у человека уменьшается, уменьшается и размер этих видео. И здесь следствие, что вопрос, как в этом коротком видео рассказать ту самую историю. И здесь как раз идет тренд на изменение, можно сказать, такой сценарный, на изменение вообще подхода к созданию таких коротких видео, где ты в 15 секунд должен уложить свой месседж. Дальше из этого выходит следующий тренд, это то, что называется сериальность. Особенно это развивается в социальных сетях. Когда у нас с вами есть большое количество коротких видео, как же нам завлечь аудиторию, чтобы она все их смотрела друг за другом? Эти видео должны быть связаны между собой. Это как раз и есть тренд на сериальность, когда в каждом видео ты делаешь какой-то намек на продолжение, либо рассказывается история, постепенно раскрывающаяся в нескольких сториз, в нескольких таких коротких видео. Это сейчас, на самом деле, внедряется не только в коротком формате, но и в больших каких-то проектах тоже идет, посмотрите, на вселенную Marvel, где на самом деле это все огромный большой сериал. Следующий тренд, опять же, я бы сказал даже не сколько тренд, сколько вообще общее веяние в создании контента, это факт-чекинг. Я вам уже говорил в трендах о том, что сейчас развиваются нейросети и системы в дипфейк. И когда это все внедряется, очень важно и становится сейчас наиболее актуально, это верификация информации. И этот тренд будет развиваться с каждым годом, потому что нейросети развиваются, дипфейков становится только больше. И как нам реально журналистам, медийщикам, ну и уже что говорите, о просто потребителях, понять, что является правдивой информацией, а что нет, достаточно сложно. Поэтому вот этот тренд я бы отметил как наиболее актуальный, который будет сохраняться на протяжении многих лет и будет актуален всегда. Еще один тренд в создании контента, который бы я хотел упомянуть, это, можно сказать, тренд на упрощение создания контента, как ни странно. Но смотрите, приведу пример, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Я когда в первый раз начал учиться летать на квадрокоптере, у меня была огромная махина, такой тяжеловесный пульт, и я учился вот этими жойстиками в миллиметрах их отклонять, чтобы можно было делать облет вокруг человека, чтобы можно было делать красивый взлет с поворотом камеры, чтобы просто ветер не сбивал коптер, потому что мне нужно было учитывать, какие порывы ветра будут, и подстраивать коптер, потому что не было вот этих регулировок, не было никакой системы, которая бы сглаживала порывы ветра. Сейчас вы можете купить коптер за достаточно маленькие деньги, и получив его, вы уже получите все инструменты профессионального пилота супер-мега-квадрокоптера в киношном стиле. При помощи одной кнопки вы сможете сделать облет вокруг человека, при помощи одной кнопки вы сможете сделать те трюки, которым учились большинство пилотов, которые снимают качественные большие проекты с квадрокоптеров. Сейчас вам нужно нажать только одну кнопку. То же самое происходит с съемкой просто с камерой. Да, если все-таки там профессиональный оператор, он долгое время учится тому, как подобрать камеру, как подобрать объектив, как настроить камеру, как настроить экспозицию, подобные вещи, то сейчас уже выпускается камера, опять же, где одной кнопкой, это, кстати, не просто авторежим, это система, которая сразу высчитывает в конкретном месте, что нужно поставить, какой ракурс тебе выбрать. Я при помощи одной кнопки ты снимаешь контент. Ты можешь купить себе стабилизатор, поставить на него камеру, и при помощи одной точки, просто держа стабилизатор в руках, он тебе сделает панораму, сделает наезд-отъезд и тому подобные вещи. То есть сейчас именно тренд на упрощение в создании контента, он наиболее, мне кажется, в этом плане развивается, и в перспективе навыки, которые сейчас очень важны в плане полета, в плане выстраивания кадра и тому подобные вещи, могут отойти, к сожалению, на второй план, но на первый план выйдет именно смысл. То есть когда у тебя есть все инструменты для создания контента, самое важное будет, это как раз стори-теллинг, это подход к рассказу истории, режиссура, ну и, конечно, то, как ты используешь эти все механизмы. Видите, тренды, они на самом деле тоже и развиваются, идут ногу вперед, и мы, как Международная Ассоциация Системиологического Телевидения, тоже идем вперед и следуем как раз трендам. И в частности, у нас скоро большое преображение, у нас будет ребрендинг, следите за новостями, и я уверен, что, когда вы сейчас перейдете в социальные сети, вы уже увидите то, о чем я сейчас говорю. В феврале мы запускаем большие образовательные интенсивы для молодых медичков со всей России, мы сейчас готовим большие образовательные блоки для онлайн-обучения и также офлайн-обучения, то есть у нас эти два момента соединяются, поэтому вы уже сейчас можете зайти на страничку еду labmedia.team и зарегистрироваться на наши образовательные интенсивы. Принять участие может любой человек от 18 лет до 35 лет, обучение бесплатно. Собственно, на наших образовательных интенсивах преподают мэтры в сфере медиа, не побоюсь этого слова, это профессионалы, которые создают реально очень крутой контент. У нас есть несколько направлений, это создание ютуб-шоу, это создание лонгридов, создание подкастов, создание информационных сюжетов и тому подобных направлений. В каждом направлении есть свой куратор, который вместе с участниками будет прорабатывать все акспекты создания медиа. Вначале у нас идет для участников онлайн-часть, где они узнают основную теоретическую информацию. После того, когда они проходят теоретическую часть в онлайне, они проходят тесты и на основании этих тестов мы уже отбираем 25 человек на каждую неделю обучения. Эти уже 25 человек приезжают сюда в Москву, в наш молодежный центр медиа коммуникации, где мы с вами сейчас и находимся и проходят недельный курс обучения. Они формируют непосредственно свою редакцию. В редакции есть главный редактор, есть по направлению непосредственно редакторы, есть ведущие, есть операторы, есть корреспонденты. То есть все те, кто реально в больших медиа создает проекты. И вот в течение недели вместе с кураторами они учатся тому, как реально создавать медиапроекты, как их продвигать и как делать действительно крутой контент. Ну, собственно, вот эти тренды, все, которые я вам сейчас рассказал, это, можно сказать, такие ступеньки, по которым вы должны идти. Это то, чему действительно нужно следовать. Но очень важно не только следовать трендам, но и стараться их создавать. А для этого вы должны постоянно обучаться. Вы должны смотреть, что делают ваши знакомые, что делают ваши конкуренты, если такие есть, что делают ваши коллеги. Вы должны смотреть, что делают другие медиа. И самое главное анализировать. Анализировать, практиковаться и тем самым, смотря, что в тренде, создавать новый тренд. Поэтому обучайтесь, создавайте крутой контент, обязательно его проверяйте, проводите факт-чекинг, ну и, конечно, развивайтесь. Медиа это такая система, где нужно постоянно развиваться и никогда не останавливаться. Чуть-чуть остановишься, твой контент уже перестанут смотреть. Ну что ж, с вами был я, Сергей Косинчук, заместитель исполнительного директора международной стации студенческого телевидения. Ну а вам я желаю хорошего обучения, прохождения всех курсов и хороших просмотров и качественного контента.